На полигоне на равных и опытные военнослужащие, и совсем новички. Всем преподают полный курс, начиная с АЗОВ. К бою! Локти прижали. Цель с тыла! Лежи к бою! С колена к бою! Пустой! Команды и движения отрабатывают до автоматизма. Потом в зоне СВО без таких навыков не обойтись. Со всеми, с кем мы сюда приехали, разговариваем, общаемся. Если, скажем так, кто ранее уже был на СВО, подсказывают, как, что правильно, неправильно. То есть вообще вот касаться. Братство. Входят в программу первичной военной подготовки и занятия по управлению дронами. Зажимаем. Домашняя точка сброшена. Там автоматолог включается. Еще раз зажимаем. Лучше, наверное, выключается. Ну вот. Для подъема необходимо просто удерживать левый стих вверх. Здесь тактическая медицина, огневая подготовка. Тактика в плане, как двигаешься с оружием. На огневой подготовке мы разбираем, собираем автомат Калашникова. Тоже учимся с ним двигаться. Передвигаться. Передвигаться, стрелять. Естественно, тактическая медицина. До недавнего времени Варвара работала фельдшером на скорой. В пункт отбора на Калашникова пришла, потому что уверен, сейчас ее знания и опыт нужнее всего в зоне СВО. Ложимся. Ранена правая нога. Правую ногу к себе. Левая нога начинает выпрямляться. Выпрямляется, а эту ногу вытягиваем сюда. Появляется пространство. Мы можем просунуть руку. Соответственно, можем натянуть жгут и наложить его на раненую ногу. Накладываем. Впереди еще несколько месяцев обучения. В зону СВО добровольцы поедут полностью экипированными и хорошо подготовленными. В рамках тренировочного курса освоят также военно-топографическую и разведывательную деятельность. Основы радиоэлектронной борьбы. Завтра мы поедем в часть, конечно. Сейчас у нас мы поедем на учение. Срок обучения составляет 2 месяца. Куда распределять? Куда и поедем? Кто-то должен это делать? Кто, если не мы? Кто, кроме нас? Эта простая, но понятная всем мысль, кто, если не мы, часто звучит и в пункте отбора на Яблочково. И в словах тех, кто приходит ребят поддержать. Перед отправлением для контрактников играла группа ВАБА. Артисты устроили импровизированный концерт в пункте отбора на Яблочково. С весны, когда центр открылся, его посетили много известных людей, чтобы поддержать добровольцев. Что я хочу сказать нашим ребятам. Вы настоящие геройские люди. Мы вами очень гордимся. Добраться до единого пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочково можно разными видами транспорта. В пешей доступности станция метро Тимирязевская. Одноименная платформа МЦД-1 и даже монорельс. Уже рядом со станцией волонтеры раздают буклеты с информацией о контрактной службе. Подробности также можно узнать на портале mos.ru и по телефону горячей линии 117. Сам пункт работает без выходных. В будни с 9 утра до 8 вечера. В субботу до 6. А в воскресенье до 4. Сотрудники говорят, что чуть свободнее по загруженности во второй половине дня. А прохождение всех этапов отбора занимает в среднем 3-4 часа. Это сделано абсолютно по-человечески. Не может человек, который приходит куда-то в военкомат и говорит возьмите меня в армию. Потом еще мотаться 3 недели и уговаривать. Здесь ему за 3 часа скажут. Нужен ты нам, не нужен. Умеешь, не умеешь. Здоров, не здоров. Получи карточку. Вперед. Ну так и должно быть. Самое волнительное ожидание у кабинета 307. Это завершающий этап, как его здесь называют, принятие решения. Первым в дверях появляется Евгений. Говорит, все прошло хорошо. Следом Андрей. Взяли? А, да, разумеется. Я вообще переживал насчет того, что вдруг сейчас обратно скажут, езжай. Такие не нужны там, например. Или уже штат набрался и так далее. Это, оказывается, приветствуют, рады видеть. Люди нужны. Так что рад. И, наконец, появляется Александр. Как и хотел, зачислили в воздушно-десант. Отправка на подготовку у молодых людей через несколько дней. Также соберутся на плацу. Возможно, попробуют местную солдатскую кашу. Ее здесь очень хвалят. А далее объятия, фотографирование и в путь. Поцелуй-ка, мужика-то. Нет, 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 нет. Главное, сердцем не стареть. Да, нет. Так, это чье? Это наш. Давай. Давай. Попробуй. Давай. Обязательно. После рекламы мы встретимся с военным комиссаром города Москвы, полковником Максимом Локтевым. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочково. У нас в студии военный комиссар города Москвы, полковник Максим Локтев. Максим Александрович, здравия желаю. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, когда прошло понимание в необходимости создания центра отбора на контрактную службу на улице Яблочково? Вы знаете, с началом проведения специальной военной операции появилось достаточное количество добровольцев, которые желали принять участие в специальной военной операции, выполнить свой и воинский, и гражданский долг. Мы понимали, что народ приходит, народу становится больше, и действующий пункт отбора, который находился на улице Варшавское шоссе, он был достаточно компактный, и больше 10-15 человек в сутки не мог принять. И мы обратились к мэру города Москвы с просьбой рассмотреть возможность увеличить площади, чтобы дать возможность нашим гражданам исполнить свою волю, патриотическое стремление принимать участие в специальной военной операции и помогать нашим военнослужащим. Достаточно быстро было принято мэром решение. Удивительно сплоченная команда. Выделили здание, вышла команда на объект, быстро провели качественный ремонт, оснастили техникой, и мы запустились. Здание строилось, я сначала с расчетом на то, что производственные мощности по объему, которые можно, так сказать, переварить, то есть оформить гражданам, желающих подписать контракты, до 300 человек в сутки. Пятиэтажное здание, насколько я понимаю. Пятиэтажное здание, да, причем, что хочется отметить, что оно оснащено по последнему слову техники. Работает как многофункциональный центр. Не выходя из здания, можно пройти весь комплекс мероприятий. Я практически каждый день присутствую на пункте отбора. Очень приятно видеть, что в России достаточно патриотов. То есть ребята идут, понимая, куда они идут, зачем, с какой целью. Когда начинаешь разговаривать с ними, большее количество из них говорит, я не могу смотреть спокойно на то, что происходит там. Это говорит о том, что у нас достаточно здоровое общество в России. Какие документы нужны кандидатам, кто приходит в этот пункт отбора? Из обязательных документов необходимо принести паспорт гражданина Российской Федерации и военный билет. Зачем необходима информация о трудовой деятельности и о родственниках? Ну, информация о родственниках, она вторична. Первое, что нам необходимо знать, это наличие его профессиональных навыков. То есть мы понимаем, что, допустим, молодой человек служил в армии простым солдатом, стрелком, а в жизни он оператор квадрокоптера. Очень востребована специальность. Из личной беседы мы понимаем и узнаем, какие навыки есть и профессиональные компетенции у того или иного кандидата. Это нужно для того, чтобы его навыки и умения более качественно применять на военной службе. А пожелания учитываются кандидатам? Пожелания, конечно, учитываются. У каждого инструктора на пункте отбора есть перечень должностей, которые необходимо заполнить. В зависимости от его военно-учетной специальности кандидата ему предлагается этот перечень должностей, и он вправе выбрать ту или иную воинскую часть, куда он пойдет служить. О каких сроках контракт обычно идет речь? Сроки различные, начиная от одного года. Краткосрочный контракт от одного года. А далее человек волен сам выбирать, насколько он на три, на пять лет заключит контракт с Министерством обороны. Всем одинаковые предоставляются условия? Я имею в виду финансовые. Финансовые условия всем предоставляются одинаковые. От 204 тысяч. То есть это зависит от воинского звания, от должности, от выслуги лет. Родственники могут на какие-то льготы рассчитывать? Знаете, перечень льгот как для военнослужащего, так и для родственников, он очень обширен. И здесь приятно отметить, что правительство города оказывает, я считаю, беспрецедентные меры социальной поддержки семьям как мобилизованных, так и военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Там и дополнительные меры социальной поддержки детям военнослужащих. Предусмотрены также курсы повышения квалификации или переподготовки для членов семей военнослужащих. То есть помимо денежных и всяких компенсационных выплат. То есть это очень большой и значимый спектр социальной поддержки. Там ведь, по-моему, еще и город доплачивает, в том числе и контрактникам, да, что-то? Да, военнослужащие, которые убыли от города Москвы дополнительно к денежному удовольствию, получают 50 тысяч рублей. Ежемесячно, пока они находятся на военной службе. И речь идет именно о москвичах или о тех, кто убыл из Москвы? Убыл из Москвы. Это могут быть и не москвичи, а люди, которые работали в Москве? У нас много ребят, которые работают в Москве, те, которые имеют постоянную прописку в других регионах, но убывают с места своего воинского учета. То есть они на воинском учете стоят по месту своей работы, соответственно, попадают в списки, заключившие контракт на пункте отбора города Москвы. Мэр, ну, правительство города и Сергей Семенович, они 50 тысяч рублей ежемесячно добавляют... Дополнительное. Да, к денежному удовольствию. Какую-то специальную военную подготовку контрактники перед отправкой в зону СВО проходят? Я вам скажу, что не только перед отправкой, но и в зоне специальной военной операции тоже проходят до подготовки. Минимальная подготовка – это 10 дней. Она осуществляется на полигонах и на территориях воинских частей, куда контрактники прибывают. То есть это минимальная подготовка для того, чтобы вспомнить те навыки, которые он получил в ходе прохождения военной службы. Я, допустим, если человек не служил срочную военную службу, у него только военные кафедры были и сборы. Таким людям дают возможность больше времени подготовиться. Мы с вами прекрасно понимаем, что ни один командир с неподготовленным солдатом в бой не пойдет. Вы сказали, что вот льготы детям, военнослужащих, кто по контракту шел. А какие именно льготы? Перечень достаточно большой, остановлюсь на минимуме. Это 18 тысяч ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка. Бесплатные обеды в школе, бесплатные кружки школьные. Это из того, что сходу. А так у нас есть единый центр оказания помощи мобилизованным и участникам специальной военной операции. Он находится на Левобережной улице. И там ответят на все вопросы и окажут помощь всем. А вот медицинское свидетельство, оно проходит все там же, на улице Яблочково. В одном корпусе, да. И возрастные какие рамки для контрактников от и до? Ну, от 18 до 60. Но у нас есть случаи, когда дефицитные военно-учетные специальности или специалист высокого класса до 65 лет. График работы, подскажите. Мы работаем на пункте отбора ежедневно, без выходных. Есть какой-то такой формат, когда можно заявку заранее отправить онлайн? Или надо обязательно явиться самому с документами? Нет, у нас предусмотрена опция записаться через госуслуги или через сайт mos.ru. В пункте отбора на улице Яблочково есть? Есть какая-то горячая линия, какой-то телефон, по которому можно все эти вопросы задать? Горячая линия в Министерстве обороны, она единая, 117. А, единая. Да, с возможностью переключения на операторов данного субъекта, откуда производится телефонный звонок. Как много женщин хотят служить по контракту? Знаете, на удивление достаточное количество. Почему на удивление? Ну, мы всегда говорим, что служба в армии – это мужская работа. Мужская работа. Да. И очень приятно, что женщины тоже не остаются в стороне, потому что таких дефицитных специальностей, как фельдшера, медсестры, они очень там востребованы и необходимы. А там комната ожидания есть. Вот Петр Лунстром очень был впечатлен вот этими тренажерами, которые там установлены. Это изначально эта комната прям была на стадии проектирования задумана? Я говорю еще раз, вот благодарю команду мэра, которая максимально постаралась продумать. Она не только у нас у военных спросила, что должно быть обязательно. Они еще с точки зрения какого-то комфорта, домашнего подошли. То есть у нас есть в зоне отправки место приема пищи. Сделано как современное кафе. Мы ребят никогда не ограничиваем, которые уезжают, чтобы их провожали родственники. Это вот, я бы назвал даже излюбленное место проводов. То есть приезжаешь, когда смотришь, сидит семья. Папа собирается идти по контракту. Супруга, дети. Все в спокойной обстановке разговаривают. Ждут, пока подъедет автобус и команда убудет. Все это достаточно комфортно, по-домашнему, приятно. И у всех создает ощущение какого-то спокойствия, надежности и в том числе и уверенности в том, что наше дело право и победа будет за нами. Спасибо, что вы нашли время в своем графике, чтобы пообщаться с нашими зрителями. И большое спасибо за этот пункт отбора на улице Яблочково. И победы, конечно, которые будут. Спасибо большое за пункт отбора. Отдельное спасибо мэру города Москвы Сергею Семеновичу Собянину. И его великолепно слаженной команде, которая очень хорошо работает. Ну и мы уверены в нашей победе. Кусь вернуться и вернуться с победой. Да, спасибо. После рекламы мы продолжим разговор о работе единого центра отбора на улице Яблочково. К нашему обсуждению присоединятся скрипач Петр Лунстрым и художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров.